Готово. Мотор. Спасибо. Всем спасибо, кто пришел на этот супер доклад. Я заявлял три темы. Одна из тема лендинг пейдж. Это больше для дизайнеров. Дизайнеров тут как-то не очень много, поэтому мы скипнем его. Я про дизайн потом отдельно скажу. Была у меня отдельная тема про Magento. Которая называется Keep and Fix Migration to Magento. Насколько это интересно всем остальным тоже, я сомневаюсь. Какая мажентоская вещь. Ну а третья тема, которую я решил рассказать сегодня. Даже без спроса. Потому что много людей новеньких пришло. Поэтому я пригласил послушать, как все начиналось. На примере нашего гентал-системы. Как мы ее продвигали, что мы делали. И вообще, как любой проект, собственно говоря, продвигается на запад. Так как мы все делаем западные проекты, я думаю, что это будет достаточно полезно. Вот. Ну сразу два презентации. Спасибо, что Аня Абримба делала. Такая классная, мне понравилось. Я с ней выступал в Львове. Twitter friendly. То есть любой следующий слайд не больше 140 символов. Если кто в следующем раз будет готовить внутренние доклады, я просто рекомендую это выдерживать. Если сделать классную презентацию, просто не перегружать текст на 90-40 символов. Итак, поехали. Продвижение продукта на запад. Первые шаги. Это, в принципе, то, с чего начинался V3R, с чего начиналось мое появление в компании Microsoft. Все началось очень просто. Я был обычным PHP разработчиком. Зарплатой 300 гривен в месяц. В то время, как моя жена получала 1000 гривен, а я отдавал долг за то, что меня откупили от армии. Вот. И, как бы, 300 гривен, ну, на то время было достаточно мало. Ну, в принципе, нормально, да. Но всегда хочется больше. Поэтому, как многие, наверное, из вас, я подрабатывал в фрилансе. Я начал это делать на сайте Рентекодер. Тогда, там, можно было оттуда выводить деньги. Вот. И, в принципе, это то, откуда у меня появилась какая-то жилка к предпринимательству, к поиску проектов и так далее. Вот. Сейчас, когда мы говорим о развитии каких-то своих собственных проектов, мы думаем о том, что давайте сделаем какой-то такой стратег. Да, в начале прошлого года мы обратились к нашим сотрудникам о том, что если у вас какие-то внутренние идеи, давайте мы будем рассказывать. Может быть, как-то внедрять. Ну, мы получили ровно ноль. Рентекодер – это не самый худший вариант. Почему? Потому что я очень осторожно отношусь ко всяким стартапским движениям, к которым мы сейчас относимся. Потому что, когда я общаюсь со многими людьми, они говорят, что у нас есть такой толковый проект. И когда ты спрашиваешь у них, а что вы с ним будете делать, как вы будете его развивать, они говорят, ну вот мы сейчас его сделаем вот здесь, добавим еще панго-тройкую фич, потом пойдем к инвесторам, получим инвестиции и все. То есть вот любой стартап, который я общаюсь сейчас, они направлены, то есть для них критерий успеха – это получение инвестиций. На самом деле это абсолютно неправильное мнение, и я всегда говорю о том, что это не то, к чему надо стремиться. Инвестиции – это просто средство достижения цели, цель должна быть что-то больше. Вот наш стартап, V3M, ну как продукты и так далее, он тоже растет из гаража. То есть наш гараж – это лентокодер и проект, который я выиграл в 2004 году, вот 1 декабря за 500 долларов. На тот момент 500 долларов – это была достаточно такая хорошая сумма. Я делал этот проект где-то месяцев 6, месяц со своей женой, я его успешно сдал. И потом человек говорит, окей, ты сделал мне такой классный проект по прокату игр, теперь я хочу прокат DVD. Вот я начал делать, продолжать с ним второй проект, вот он уже платил мне 500, не просто 500 долларов, а за весь проект, 500 долларов в месяц. Когда через, уже почти заканчивался второй мой проект, ко мне постучался человек из Австралии и предложил мне за проект 4 тысячи долларов. Тогда 4 тысячи долларов, чтобы вы понимали, квартира, которая там стоила 6, да? Для меня 4 тысячи – это было просто безбашенные деньги, которые, ну, серьезно, да? Я понял, что это, в принципе, если 3 человека пришли ко мне в течение там полугода с одной и той же проблемой, я понял, что вот это то, что главное. Нужно найти тех, у кого есть какая-то решенная проблема, и важно, как вы их найдете, то ли это ваша собственная проблема, то ли это проблема, о которой говорят вам друзья. Если вы предлагаете им решение этой проблемы, то у вас есть какие-то возможности успеха. С этими 4 тысячами долларов я, в принципе, задумывался о том, что, возможно, это та система, которая действительно смогла бы нам помочь, ну, продвинуться дальше, зарабатывать на этом серьезные деньги уже для компании. Первое, что я начал делать, я начал смотреть на компанию-конкурент. Наверняка, если вы что-то придумали гениально, вам кажется, что все успех у вас в команде, наверняка, либо эта идея уже кто-то ее делал, и она провалилась, либо она успешна, и уже кто-то ее делал. На тот момент у нас было несколько конкурентов в этом направлении. Один из конкурентов – это компания Rimshark. Она предлагала на основе Auscommerce систему по прокату. Вроде как SaaS-система, тогда такого понятия как SaaS не было. У них была автоматическая инсталляция Auscommerce, и они подгоняли каждый проект, ставили дефолтную версию для клиента. То есть всегда был полностью одинаковый функционал для всех людей, которые занимаются прокатами. И второй конкурент у нас был – это индусский код. Там где-то за 500 долларов можно было купить боксовую систему, поставить и как бы использовать ее. У Rimshark человек должен был платить за этот SaaS 500 долларов в месяц, и как бы это американская компания, и уйти от них было просто невозможно. Ну не давался доступ ни в TP, ничего. То есть это было именно веб-панель и все, больше ничего. Тогда как бы и SaaS, и боксовая версия уже как бы существовали на рынке, тогда я понял, что на самом деле занимать что-то из этих двух, наверное, будет сложно. Ну, учитывая как бы наше местоположение и так далее. Поэтому было принято решение о том, что ренталовский проект, который мы делаем, мы бы сделали его как уникальное решение под каждый конкретный бизнес. Вот на этом, в принципе, мы до сих пор это делаем. Мы не делаем боксовые версии, мы не делаем SaaS, пока делаем кастомные решения под каждый ренталовый бизнес. В принципе, это не проигрышный вариант, на мой взгляд, потому что каждая система проката в стране уникальна. Значит, первое, что нужно было сделать, это найти клиента. Еще до того, как я принял решение о том, что нам нужно писать действительно нормальную и серьезную систему, нужно было найти людей, которым это надо. То есть я проводил там свои вечера в том, чтобы я образил простор интернета, смотрел различные формы именно прокатчиков, общался с ними. Мне очень помог Риншарк, потому что они в каждом своем сайте, для каждого домена там была надпись Powered by Риншарк, и я просто гугли, нашел Powered by Риншарк, там было порядка 30 клиентов у них. А я начал через контактные формы отписывать тем, кто уже делает этот бизнес и предлагать им наши решения. То есть я говорю, ребята, вот у нас есть более хорошая версия, мы можем вам поставить, вам не нужно платить в месяц 500 долларов, вы сможете один раз нам заплатить и все будет хорошо. То есть еще до того, как мы сделали первый релиз этой системы, у меня уже было три заказа, в принципе, которые сказали, да, мне это нравится, давайте с вами обсуждать и будем что-то делать. Вот. Очень хорошо помогла обработка Слава Багунову делал, он скачал на white pages, на yellow pages все системы бизнес и проката. Вот мы разослали очень много e-mail туда, и несмотря на то, что там конверсия была очень маленькая, но за счет того, что один проект приносил нам хорошие деньги, вот мы вот так вот постепенно-постепенно начали накапливать нашу клиентскую базу, привелась возможность показывать какие-то проекты. Вот. Ну, когда мы вот начали, сделали уже систему, да, нашли первых клиентов, получилось, стоит задача, как их искать, как их приводить к нам, чтобы не тратить времени на поиск, не обзвон. Можно было сделать сайт. В 2005 году, когда мы делали ватриент, на самом деле в Украине еще там продвижением особо никто не занимался, особенно продвижением на западный рынок. Все, что приходилось делать, это читать, что-то делать самому. Я понял, что все это на самом деле не так сложно, как там говорят, да, там не нужно там особого оптимизатора, ну, по крайней мере, на тот момент времени. То есть все, что сделали, мы, я бы читал книжку там из 12 пунктов, что-то написал, самое главное, что я думаю сделать, это то, чтобы был нормальный контент. То есть никто его особо там не переоптимизировал и так далее. То есть мы, я писал, писали точно так, как, ну, как бы мы считали нужным организовать этот сайт, понятным для пользователя. То есть это первое, что нужно сделать, когда вы делаете продукты, чтобы это удобно было пользователю, а не там поисковым роботам. После того, как мы запустили сайт, у нас там достаточно, мы запустили там PPC-компанию, вот, ну, она начала переносить какой-то результат, как делят нам лиды, вот, мы пытались конвертировать их в продажи, вот. Потом остановилось все, потому что в Америке Netflix начал просто, значит, перехватив полностью инициативу по прокату, и тогда мы поняли, что нужно смотреть в другую сторону, надо смотреть еще на неразвитые рынки, вот. Первое, что мы сделали, это мы сделали перевод на другие языки. И, как ни странно, это сработало в том плане, что люди, находящиеся в специфических странах, там, Бразилия, Испания, Европа, да-таки, они, когда начали искать на своих языках, они выходили на наш сайт, вот. За счет того, что ниша там этого проката еще была не занята, вот, мы получили достаточно много клиентов. Сейчас у нас американцев очень мало, в основном мы работаем на Европу, на Восток и так далее. Но все это, в принципе, знают, кто занимается в этой системе. Вот я и говорю о том, что выход одного рынка дает вам больше результатов, чем любая свою оптимизацию. Поэтому, если вы предлагаете какое-то глобальное решение, то однозначно нужно смотреть на те рынки, которые еще не оплачены им. Да, как я сказал, что первое, что мы сделали для привлечения пользователей, мы запустили нашу контекстную рекламу в Гугле по определенным словам. То есть, ну, не стоит бояться рекламы, ее нужно использовать. Естественно, что у нас, когда не было особых средств для того, чтобы рекламировать себя, там, мы ограничили бюджет, там, что 50 долларов в месяц, вот. Но, в принципе, это дало достаточно большой поток ссылок на сайт, повысился немножко, там, трафик и так далее, то есть, ну, конвертация. Сейчас у нас полностью реклама отключена, у нас полностью идет органический трафик, вот. Ну, не такой уж большой возможности, как хотелось бы, но, в принципе, мы сейчас не ищем клиентов, они находят нас. Еще на первом этапе, когда они приходили к нам на веб-сайт, да, нужно было очень четко работать, бороться за каждого клиента. То есть, мы там ставили систему лайв-чата, когда человек приходит, мы спрашивали у него, какие у вас проблемы, рекомендовали. Хочется отметить, что тогда мы действительно тратили время на каждого клиента. То есть, человек мог приоткатиться к нам с определенной проблемой. Еще до того, как он заключил с нами контакт, мы могли рассказать ему все, что мы знаем о ренталовской системе, все, что мы знаем о процессах, проблемах, как это организовывать. И это действительно как-то делало клиента более лояльным. И были такие случаи, когда человек, что-то спросив у нас, возвращался через полгода, накопив денег и просил сделать нашу систему для него. Хочу отметить, что, в принципе, с самого первого дня, как мы придумали это название, вот так мы его продвигаем и будем это делать. И вот сейчас очень много гранического трафика к нам идет просто по запросу в это рент. То есть, просто за счет того, что мы писали полный предбор в это рент и так далее, вот люди начали, в принципе, об этом уже знать и люди начали искать. Все понимают, что если человек уже ищет ваш бренд, как, в принципе, еще сделается с кратсофтом, а человек, который ищет кратсофт непосредственно в гугле и переходит в наш сайт, тоже тот, который нас знает и он готов платить за это. И, в общем-то, на это тоже надо работать. Не просто продвигать решения, а продвигать именно бренд. Самое первое, что мы сделали после того, как мы запускали наши проекты, вот это просили и оставляли линк на нашу систему. Почему? Потому что если человек запускает какой-то бизнес, который работает частично в онлайн, как частично в офлайн, то и в офлайн он запускает какую-то рекламу. Соответственно, он на самом деле растит себе конкурентов. Если кто-то увидит в своем городе, что кто-то запускается, идет массовая промоушен. Естественно, другой человек задумается, окей, если человек это запускает, значит, возможно, это прибыльное дело. И люди, переходя, которые хотят запустить подобного рода бизнес, они тоже начинают изучать конкурентов. И очень много было людей, которые приходили к нам за счет того, что они посмотрели сайт наших, который мы сделали, там было написано Powered by под клиент, и они приходили к нам. Многие люди из-за этого отказывались, не хотели оставлять Powered by, но мы просили их в таком случае оставить видеофидбэк. Видеофидбэк тоже хорошо работал, почему? Потому что не на каждом сайте люди оставляют видеоотзывы. Написать можно все что угодно текстом, а вот видео снять с клиентом, это действительно сложно. Поэтому видео, как я говорил, это кредит доверия вашей команде, оно действительно продает, оно помогает людям подтолкнуть их, совершить покупку, воспользоваться сервисом и так далее. Ну и по сообществам и конференциям. Вот сейчас, когда мы ездим туда-сюда, вы сами знаете, что мы там два года назад отправили ребят, сейчас ребята были в LA. Нормальные проекты, естественно, не выигрываются органическим поиском. Нормальные проекты – это те сделки, которые заключены по рекомендациям. То есть, если какой-то клиент рекомендовал, то это то, что самое важное, дает максимальный финансовый эффект, максимальный результат. Ну и, собственно, всякие сообщества и конференции, куда мы поступали, и в бессиленте и так далее. То, что мы действительно, я думаю, что как-то стимулировали. В 2007 году, когда мы делали бета-плей, стоял вопрос о том, что будем мы делать эту систему, не будем. На тот момент, по-моему, система 60 тысяч долларов вышла. Достаточно серьезно сказался тот факт, что мы съездили, мы с ними пообщались и, как бы, ну, было своего рода, своего рода возникло доверие. Вот почему я говорю, когда команда делает какой-то проект, важно общаться с клиентом. Важно дистанцию каким-то образом ломать путем видеоконференции и так далее. Потому что доверие – это действительно важно. Ну и, собственно говоря, партнерство. Любой бизнес, какой бы вы ни стартовали, какой бы стартап вы ни делали, партнерство – это действительно зло успеха. То есть я могу считать смело, там, «Кратцов», «Стратапом», да, одним большим, да, это компания, это, ну, там, «Ветриент» и так далее. Если говорить о «Ветриенте», то первое, второе, точнее, что я начал делать – это смотреть на смежный бизнес. То есть там вот были люди, поставщики DVD, поставщики видеоигр. И вот люди, которые заходили к нам на сайт, они просили у нас, вы можете нам предоставить DVD, вы можете нам послать там. Я говорю, нет, ребята, у нас как бы это мы ни это не делаем, вот наши партнеры, я не брал за это деньги. Но за счет того, что я отсылал людей, они делали то же самое, допустим. У нас было партнерство с ребятами, которые делали конверты. Вот они размещали нашу информацию на своем сайте о том, что вот мы делаем такую систему, и, в принципе, если они у нас заказывают, мы могли бы их, клиентов, отсылать к ним, чтобы сделать конверты. По-крутосовту мы делаем то же самое, в принципе, и про моды. То есть мы смотрим на бизнесы, которые не являются нашими конкурентами, но в комплексе, которые могли бы дать нам хороший результат. То есть тоже и селл и так далее. То есть мы не будем заниматься там в полном объеме, мы не будем делать в компании 100 человек, занимающиеся с это движением. Но партнериться с ними действительно это интересно. Ну это, по-моему, все. Вот, это то, что касается своего клиента, касается этого движения. Давайте, если есть какие-то вопросы, особенно, может, там, какого-то из своей идеи, как что делать. Волкан. Ну да, так еще и я. Вопрос от видимо нет. Да, хорошо. Ну да, спасибо всем. Ребята. Спасибо. 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 Спасибо.